Всем привет, с вами как бы Мега Сириус 12, это наверное будет скорее рубрика гараж, нежели прохождение. Понимаю, конечно, канал не под это заточен, но мало ли вдруг будет полезным, я стараюсь свой канал сделать как-то многосторонним. В общем, много долго искал инфу, как почистить дроссель, но проблема в том была, что везде описано как чистить механический дроссель, то есть на тросике газа обычный, а у меня стоял электронный. И в итоге я долго плевался, и вот тут он стоит, если что, и не мог понять как его чистить, хотя в принципе все оказалось еще проще, чем я думал. Но когда я все-таки начал разбирать его и почистить решил его, то оказалось, что еще проще, чем механический, потому что, во-первых, у него нет патрубков охлаждения, то есть не надо ничего сливать, отключать, то есть просто выкрутить 4 болта крепления и можно чистить. Но там есть свои особенности, из-за которых я и снимаю это видео, чтобы предостеречь вас от ошибок. В общем, во-первых, снимаем дроссель, ну, разбираем, соответственно, воздушный фильтр, там, гофру убираем, вот это все навесное снимаем, добираемся до дросселя, снимаем с него патрубки, которые на нем были, если у вас, я имею в виду электронный, то есть ничего не потечет, там нигде тасола нет. Так, дальше, сейчас я найду, отключаем фишку от самого дросселя. И самое интересное оказалось, там находятся вот такие болты, на таких он держится болтах, на шестиграннике номер 5. Но проблема в том, что верхний я смог открутить своим шестигранником обычным коротким, а который снизу, один я кое-как открутил, а второй я достать никак не мог. И в итоге мне пришлось просить соседа вот такой длинный ключ, поэтому первое, о чем я вам хочу сказать, запаситесь вот таким длинным ключом, потому что с коротким вы ни хрена не открутите, четвертый дальний болт этот, и дроссель вы не снимете. Ну и все, потом можно дроссель снимать, вот я его уже снял. Вот так электронный дроссель выглядит, то есть сами видите, у него нет никаких регуляторов холостого хода и прочей херни, которые парят мозги на обычных дросселях. Обычный дроссель, то есть видите, даже нет всяких разъемов под охлаждение, то есть он по-другому совершенно устроен. Также, кстати, хочу сказать, что это 52-й дроссель, но я не знаю, вам, наверное, не видно. В общем, это 52-й дроссель, но 49-й, то есть он стоял уже в стоке, он стандартный, поэтому он как бы не... Ну обычно-то у всех механический 49-й, по-моему, стоит дроссель, а тут вот 52-й, то есть если хотите менять, сначала посмотрите, какой у вас стоит, может вам и не нужно менять. Ну а дальше чистить его, как видите, я его уже почистил, чистится он просто. Можно купить вот такую жидкость. Почему именно жидкость купить? Потому что под давлением она очень сильно брызгает, сильным давлением, и очень хорошо стищает нагар. Честно скажу, дроссель был засран конкретно, то есть пробег у машинки у моей где-то уже, наверное, 1040, и походу ни разу дроссель не снимался, к сожалению. Но я второй хозяин, и вот только сейчас руки дошли. Ну 20 тысяч я на нем набегал, то есть уже потраивало маленько, надеюсь, теперь и не будет. Но дроссель засран был хорошенько. В общем, протираете его и брызгаете внутрь. Жидкостью сшибаете нагар, просто брызгаете, и она все сама стекает. Потом тряпкой протираете насухо, и можно ушной палочкой в отдаленные узкие места залезть, тоже почистить. Самое-самое главное, ребят. Вот эту заслонку, в отличие от механической, ни в коем случае не пытайтесь сами сдвинуть там пальцем, что гребаный мотоциклист. В общем, смотрите, она, в принципе, она плотно держится, вот если гонца на нее пальцем давлю, она не уходит. То есть ни в коем случае на нее не давите. Это первое важное замечание, о котором стоит сказать. Она сама там регулируется как-то или еще что-то. Во время чистки вы ее не трогайте. То есть она вот как есть, так она и должна быть. Ни в коем случае не пытайтесь ее сдвинуть с места. Далее, когда поставите на машину, не пытайтесь сразу заводить ее, потому что дроссель как бы должен адаптироваться, как я понял. Ну, я почитал уже, как это правильно нужно чистить. В общем, нужно поставить его, включить зажигание и подождать примерно секунд 40. После этого можно будет его уже заводить. То есть поставили дроссель, включили зажигание и подождали, ну, можно минуту подождать. Он адаптируется и потом уже заводите. То есть вы в коем случае сразу не заводите. Вот, в принципе, главные особенности. То есть ни в коем случае не пытайтесь пальцами и прочими предметами сдвинуть заслонку. То есть тут электроника все регулирует. И второе, не заводите машину сразу. Нужно будет подождать. Так, сейчас я дроссель одену. И еще такой момент. На баллончике написано, что можно почистить прямо на машине. В принципе, можно было упростить себе задачу. Но я, наверное, сейчас дроссель одену. Воздушный пока не буду одевать. И... А, блин, я же это, один сегодня в гараже. Ну, в общем, еще желательно, когда дроссель оденете, кто-нибудь вам погазует, и пока заслонка открывается, вы тоже еще немножечко побрызгайте этим очистителем. Пусть он тоже прочистит. В принципе, у меня нет нужды, я хорошо очистил. Но все же, можно было бы. Пусть еще на заведенной машине почистят, и нормально будет. То есть вот так. В общем, снимаете воздухан. Скручиваете вот эти четыре болта с головкой шестигранника номер пять. Обязательно запаситесь, повторюсь, длинным шестигранником вот таким. Скидываете фишки все с него, все патрубки. Там ничего не почечет, повторяюсь. И чистите обычным очистителем карбюратора. Водой лучше не чистите, потому что заколебете. Вот действительно, эта штука под давлением хорошенько его промыла. Особенно всяких вот между заслонкой там вот в щелях и так далее. То есть хорошо почистил, и всего 100 рублей стоит. Ну и потом это ставите обратно, и повторюсь, ни в коем случае не трогайте заслонку. И подождите, когда поставите, включите зажигание, и подождите примерно одну минуту, пусть он адаптируется, и потом можете заводить. В принципе, все особенности я вкратце показал. Думаю, снять и поставить вы и сами можете, я не буду это показывать. Самое главное, я рассказал об особенностях чистки электронного дросселя, чего я долго не мог найти в интернете. Но надеюсь, чем смог, тем помог. С вами был Мега Сириус 12, до новых встреч, удачи! Еще забыл сказать насчет дросселя, в общем, я уже его поставил. Во-первых, на стандартных обычно, когда дроссель чистят, снимают, меняют прокладку, там какую-то вот здесь. На электронном ничего такого нет, то есть ничего не нужно, то есть просто снять, почистить. И насчет адаптации, действительно, я сейчас, ну, я впервые его чистил. Я включил зажигание, подождал, тут действительно щелчки были, то есть он настраивался. Возможно, первое время машину немного поколбасит, у меня вот бортовик стоит. Положение дросселя показывает скакала поначалу от 6 до 8, но потом она, это, после адаптации выставилась в пятерку. И уже, там, как бы запомнилось, то есть. Ну, не пугайтесь первое время, ну, поначалу, может, чуть поколбасит, это нормально. То есть, в конце концов, вы сняли дроссель, почистили, и машинке надо переадаптироваться, типа. Главное, не забудьте сделать адаптацию. Если одна, ну, один раз не помогло, попробуйте еще раз. То есть у меня вот почему-то со второго раза помогло, ну, нормально было. В первый раз я, ну, подождал минуту, что-то пощелкало, завел, но немного колбасило. А вот со второго раза все нормально. Видимо, может, иногда надо несколько раз. Ну, вроде все нюансы я вам рассказал. Спасибо, что смотрели, удачи.